Спеть на все стопы. В Наринмаре завершился первый чемпионат по караоке. По результатам двух отборочных туров в финал вышли шесть исполнителей. Для заключительного выступления каждый участник подготовил две песни. Исполнителем в караоке подпевал и наш корреспондент Валентина Чибичек. Открыть финал первого чемпионата по караоке выпало Алексею Михееву. Уже в отборочных выступлениях глава Заполярного района был в числе номинантов на победу. За низкий бархатный голос, за душевность текста и артистичность. Каждая песня в его исполнении звучала по-новому. Домой мы сходили, он больше не вернется. Оставим только карточку свою. Выступить на сцене посчастливилось шести участникам. Их выбрали в двух отборочных турах. Для финала две исполнительницы и четыре исполнителя приготовили по две песни. Юрий Адаменко предпочел хиты советской эстрады. Песни Трофима и Ляписа Трубецкого, как правило, публике знакомы, а значит не оставят ее равнодушной. Ау-ау-ау-ау, я тебя все равно найду. Ау-ау-ау-ау. Александра Фомина исполнила песню о любви группы «Город 312», одна из первых композиций Дианы Гурцкой «Ты здесь тоже о любви». Немного выбился из общего мужского потока Василий Детков. Року и русскому шансону он предпочел серенаду Трубадура. Столь необычный репертуар конкурсантов приятно удивил жюри. Сама идея мне очень понравилась. Просто в силу того, что есть возможность доказать, что короки – это не пьяные песни, а действительно есть, скажем, толика искусства в этом. И праздник души. И, в принципе, возможность любителям и непрофессионалам показать себя вот на этой маленькой и очень уютной сцене. Оценивали артистов члены клуба авторской песни «Арктика», эстрадный исполнитель Кристина Ясинская и любители караоке. За харизматичность, обаятельную улыбку и, конечно, хорошо поставленный голос первое место присудили Юрию Адаменко. Свою первую песню «Цыганочку» он спел в пять лет. С тех пор без музыки себя не мыслит. Я думаю, что секрет, прежде всего, в том, что в каждом человеке музыка. И эта музыка звучит, и он поет в зависимости от состояния души. И это прекрасно. Если человек хочет петь, значит, он хочет передать что-то, частичку своего. Главный приз в поездку на Всероссийский чемпионат по караоке Юрий принял с радостью. К сентябрю ему предстоит выбрать песню для выступления в Москве. Второе место получил Алексей Михеев, третье – Алексей Дашаков. Все участники и победители получили призы от организатора. В ближайшее время руководство арт-клуба караоке планирует провести также детский, студенческий и профессиональные чемпионаты по караоке.